Менеджер магазина зоотоваров по имени Рэйчел сразу понял, что с парой собак, которые зашли к ним в гости, что-то не так. Некрупные питомцы были без ошейников, а их поводки оказались связаны узелком, что насторожило управляющую. Она тут же подошла к людям, которые пришли с животными и спросила, почему у их собак нет ошейников. Владельцы сказали, что забыли их дома и проследовали в заднюю часть зоомагазина, туда, где находится собачий корм. И хотя хозяева питомцев показались Рэйчел несколько странными, она не могла ничего сделать. Пришла пора закрывать магазин, и тут сотрудники услышали, как из туалета доносится чей-то плач. В одной из кабинок находились те самые собаки, испуганные и одинокие. Кроме того, питомцы были уже старенькими. Рэйчел обратилась за помощью в местный приют, но он был переполнен. Тогда девушка рассказала историю двух бедолаг в фейсбук. У питомцев обратила внимание Кэрол, член правления спасательной группы. Ей стало до глубины души жаль двух старых собак, от которых избавились хозяева. Кэрол договорилась о том, чтобы собак забрали. Парочка была явно травмирована случившимся. Пожилые питомцы дрожали от страха и неизвестности, когда утром за ними приехала машина. В авто бедняги немного успокоились, все-таки их никто не собирался разлучать. Собакам дали клички Мэриголд и Нарцисс, и сейчас они находятся в приемной семье до тех пор, пока не найдут постоянный дом. Животные выглядели упитанными, но их жизнь была сложной. Прежние хозяева использовали их для разведения щенков. Питомцам через многое пришлось пройти, но все испытания позайди. Сейчас они в тепле и безопасности, и уже продемонстрировали волонтерам, как сильно хотят любить и быть любимыми. Собаки активны и игривы, хотя не молоды. Они прекрасно общаются с кошками и маленькими детьми, поэтому все уверены в том, что они осчастливают какую-то добрую семью. Пусть все самое лучшее случится с ними как можно скорее. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.